Итак, тема сегодняшнего урока – свойства прямоугольных треугольников. Записываем. Учитель – это призвание. С известной фразой Дмитрий Григорьев согласен полностью. Его работа требует стопроцентной отдачи. Привить интерес учеников к своему предмету – задача сложная, но выполнимая. Достичь её помогают два способа – нестандартная подача материала и отношение к детям, рассказал педагог. Например, тот же самый парковый урок, когда мы выходим за пределы кабинета и проводим эти уроки геометрии на улице, когда они сами могут всё попробовать. Ну и плюс ещё само отношение к детям, наверное, вот это самое главное, что если ты не будешь любить детей, то и ребёнок это не увидит, то что бы ты ему ни говорил, как бы ты ему ни преподавал, как бы ты ему всё ни рассказывал, то он также относится к вам будет. Решение о том, что станет учителем, Дмитрий Андреевич принял спонтанно. Со своим другом в 1996 году он поехал в Арзамасский педагогический институт, увидел в списке физико-математическое направление и решил проверить свои силы. Так началась история становления в профессии, которая длится и по сей день. Страсть к такой сложной науке, как математика, в Дмитрии Григорьевича проснулась ещё в школе. Получилось так, что когда ещё учился в школе до 1996 года, то есть 10-11 класс с моим другом, мы школьный предмет, ну у нас тоже такая же общеобразовательная математика была, школьный учебник, даже не предмет, а школьный учебник прошли за полгода, нам было скучно. Соответственно, нам давали более сложные задания. Ну, не знаю почему-то, вот к математике больше пристрастен, чем к другим каким-то предметам. В конкурсе «Учитель года» Дмитрий пробует себя впервые. На первом этапе на суд-жюри нужно было предоставить методическую копилку учителя в виде презентации. Второй этап – снять на видео урок математики. Основная сложность заключалась в том, что параллельно с «Учителем года» Дмитрий Григорьев участвовал ещё в одном серьёзном конкурсе. Очень помогла в этот период команда лицея, признаётся мужчина. Спасибо моей команде. Если бы не команда лицея, с которой мы всё вместе и продолжаем дальше готовиться, то одному это сделать нереально. Команда всегда поддерживает, команда всегда помогает, где-то похвалит, где-то наоборот какие-то жёсткие слова скажет, но тем самым наоборот мы исправляемся. Ну, без команды ничего бы этого не получилось. Сейчас Дмитрий Андреевич готовится к следующему этапу конкурса. Он пройдёт в Навашино уже 6 апреля. Анна Пилипец, Андрей Махмутов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.